Союзное государство России и Беларуси имеет огромное конкурентное преимущество. Для нас африканская политика не самозащита. Для нас это реальное рациональное взаимодействие на равноправной основе. Европа откупается от Африки, а мы готовы с ними сотрудничать на равноправной основе. Это большая разница. То, что участие американцев в этом большом конфликте европейском стало больше, это совершенно нечего. И никаких признаков того, что им удастся выскочить, не удается. И пока есть надежда найти Горбачева для России, я в скобках, с вашего позволения, скажу, и Шушкевича для Беларуси, они будут продолжать дарить. Дмитрий Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Рад вас видеть. Очень взаимно. Дмитрий Геннадьевич, предлагаю поговорить вот о чем. О чем, в общем-то, обычно не говорят применительно к украинским событиям, но так или иначе все в мире связано. В последнее время фокус внимания мировой общественности, скажем так, если можно так выразиться, направлен на Африку. И, наверное, это не случайно. Мы видели и саммит Россия-Африка, мы видели саммит БРИКС в ЮАР. Что сейчас там зарождается нового, что будет, как многие пишут, в корне менять картину мира и, казалось бы, где? Там, на далеком черном континенте. Ну, это вообще очень интересная история, которая связана с Африкой. Вы знаете, она очень показательна для понимания сегодняшнего мира. Сегодняшний мир, это, конечно, мир беспрецедентных информационных манипуляций, информационно-политических. Одновременно мир абсолютно беспрецедентный, во всяком случае, по жесткости и по стратегичности, какой я не припомню, наверное, лет 40, борьбы за ресурсы и пространство. Ну, это вся ситуация вокруг Африки, она крайне простая. Людям, и в том числе и политизированной части общественности, показывают некую картинку. Они людям показывают борьбу за демократию, и людям показывают ситуацию на Украине и вокруг нее. Показывают совершенно безумные вещи, которые происходят в Швеции, в скандинавских странах, по сожалению, Кораны и так далее. А потом, знаете, так бывает, немножко зацепился занавес, да, и вот за вот этими картинками, которые доминируют, например, в средствах массовой информации, что тут спорить, да, еще показывают передущую войну вокруг Тайваня, да. Вот хоп, так вот, немножко зацепился занавес, и мы видим, мы видим, что вот под прикрытием вот этих картинок готовится новое освоение Африки. Что такое Африка? Африка – это забытый континент. Африка – это континент, про который, которым не занимались последние 40 с копейками лет, да. Более того, я вам напомню, вот мы все время говорили, первый мир – это развитой капиталистический, особенно вот в год, например, моей молодости, когда я учился, да и вы это прекрасно помните. Второй мир – это мир социализма, третий мир – это развивающиеся страны, а потом придумали замечательнейший термин – четвертый мир. Это мир стран, которые выведены за пространство развития, если хотите, вывели их за пространство глобализации. То есть это мир, который надо, так сказать, безопасно кормить, чтобы он никуда не лез, осваивать его и осуществлять какую-то социальную модернизацию невозможно, поэтому давайте вот там будем подкармливать. Вот в большинстве своем четвертый мир была Африка. Но Африка – это пространство важнейшее для построения новой системы мировой торговли и логистики. Африка – это последнее нераспечатанное, ну, скажем так, предпоследнее, если считать последний архив, но это предпоследнее, не до конца, скажем так, распечатанное, кладовая важнейших природных ресурсов. И третье – Африка – это люди. Это люди, которые в последние, опять же, 40 лет, ну, самый минимум 30, находились вне пространства социального развития. Ведь в действительности Вадим Вадим Вадимович Путин привел очень страшные цифры. В Африке, там, допустим, полтора миллиарда населения, из них, ну, почти 600 миллионов, то есть это колоссальный процент, да, не имеют устойчивого доступа к электроэнергии. Это представить, например, даже в Азии, даже в Латинской Америке такой процент людей, не имеющих устойчивого доступа к электроэнергии, невозможно. Ну, Африка о себе начала напоминать, да, миграционными потоками. Вот этим вот, когда только обрушился режим Каддафи в Ливии, что такое Ливия, я как человек, который там был и работал, могу сказать, вот если Турция это калитка из Ближнего Востока и немного Африки в Европу, то Ливия это ворота, и вот потек этот миграционный огромный поток. Но мы должны понимать, что Африка это континент, во-первых, в котором практически довыгорает, довыгорает остатки модернизации 70-х годов, которые много кто производил, про Советский Союз много говорят, но давайте не будем забывать, что промышленное освоение Африки проводили и американцы, в рамках знаменитого своего неополониализма, но там было чему поищиться, и французы, и, кстати говоря, китайцы еще тех времен, да, поэтому там на истории это довольно интересно, но эти заделы начинают выгорать, да, невозможно все время жить на старом 70-х, первый поин 80-х годов промышленном освоении. Второе, что мы видим, это колоссальные гуманитарные проблемы. Я вам просто один пример. Мы даже вот в Евразии не понимаем масштаба африканских войн конца 90-х, начала нулевых годов, 21 века. Мы знаем, что вот этой большой конголесской войне погибло 5 примерно, 5 миллионов человек. Сколько погибло в Африке за последние 25-30 лет людей, мы не знаем. И никто этого не знает, да, Европа, кстати, этого даже знать не хочет. Поэтому там колоссальные гуманитарные проблемы. Третье, только-только начинают восстанавливаться какие-то дееспособные международные структуры. Там практически было институциональное, а в тот же самый Африканский Союз как бы не относиться к его деятельности, но там практически было институциональное ваку. Поэтому либо первые три мира, первые там, второе и третье, о которых мы говорили, начнут возрождать африканскую политику, начнут включать Африку в процессы социальной и социально-экономической модернизации, да, осваивая ресурсы, да, на коммерческой основе, либо, извините за цинизм, Африка придет к ним, Африка уже пришла во Францию, Африка практически приходит в Германию, да, и начинает там довольно активно вытеснять ту же самую Азию, уже от которой все там пищали, Африка приходит в Италию. И в этом смысле африканская политика до известной степени самозащитна, например, для капиталистических стран. И вот здесь Россия, и, кстати говоря, не только Россия, но союзное государство России и Белоруссии имеет огромные, огромные, огромные конкурентные преимущества. Для нас африканская политика не самозащита, для нас это реальное рациональное взаимодействие на равноправной основе. Европа откупается от Африки, а мы готовы с ними сотрудничать на равноправной основе. Это большая разница. Да, здесь я вспомню, ну, относительно недавний визит Лукашенко в Африку, там, Зимбабве, и, конечно, всегда найдутся комментаторы, которые, знаете, так, несколько с иронией. Ну, конечно, а вот в Африку только поехали. На самом деле, ведь это такой варщик, который, если открыть правильно, то несет в себе большое будущее. А о важности Африки, ну, вот сейчас все, опять же, внимание приковано к Нигеру, и вот вам, пожалуйста. И сразу все вспомнили про уран, и сколько процентов урана в Европу, и в первую очередь страдает Франция, у которой там до 80% всей энергии вырабатывается атомными станциями. Вот вам, пожалуйста, всего лишь смена власти. Я вам, единственное, что по поводу вот этих всяких выкриков, и, кстати говоря, действительно, вы абсолютно правильно напомнили на медийную реакцию в России, она тоже была такая очень специфическая на визиты Александра Григорьевича Лукашенко в Африку. Вы знаете, вот очень поразителен в либеральных кругах вот этот самый расизм. Вот они вроде за либерализм, да, за свободу, за толерантность. И вот прям тут же, значит, надели на себя этот пробковый шлем и ощутили, значит, бремя, извините, белого человека, прям по Киплингу. Вот откуда это взялось, это, ну, это просто правильно. И второе, вот это уже чисто по поводу, значит, форума сотрудничества Россия и Африка. Я вам так скажу, кто только, я вот это все почитал, послушал, кто только не объедал Россиюшку. Россиюшку объедал Крым, то, как объедал Россиюшку Крым, объедал только Беларусь. Да, но теперь даже Беларусь уже не может так объесть, как объезд Африка. Ну, это просто поразительно. То есть люди не способны видеть дальше даже не своего носа, даже свои переносицы. Да, и второе, надо понимать очень серьезную разницу. И Россия, и союзное государство, и Беларусь, это не Советский Союз. Это государство и, скажем так, союз государств, двух государств суверенных, которые принимают решения, как угодно мы можем к этим решениям относиться. Но решения и в союзном государстве, и в двух составных частях принимаются точно на не идеологической основе, а именно на просчете экономической стороны вопроса. И вот это вот, вот это говорит о том, что да, спокойно. Кстати говоря, никто нас просто так в эту Африку не запустит. И ценность Африки, и вообще как пространство развития, как пространство инвестиций, и что называется, как рынка, показывается, демонстрируется именно тем, какую истерику закатили по поводу российского форума в Санкт-Петербурге и российских успехов в Африке. Причем замечу, так на полях маленькой сноски мелким шрифтом, не только те, кто уже не стесняется называть себя нашими противниками, но и так кое-кто, кто пытается изображать из себя наших союзников. Ревнуют некоторые. Ревнуют, потому что просто так все понимают ценность этого. И конкуренты в виде России, Беларуси или союзного государства. У нас там могут быть совместные программы вполне, кстати, в сфере машиностроения. Там огромный отложенный спрос на модернизацию целого ряда отраслей, где именно союзное машиностроение, в том числе с большим участием Республики Беларусь, может сыграть большую роль. Ревниво относятся, потому что понимают ценности, и конкурентам никому не нужны. Маленькая сносочка. Одним из элементов, это мы все забыли, предвыборной кампании. Такой, в общем, специфической данной, как Хиллари Клинтон в 2012 году, которая продула Трампа. Трамп, конечно, расист, он ни про какую Африку слушать не хотел. А вот у Хиллари Клинтона одним из элементов было возвращение США в Африку. Да, они понимали, что вот их коммерческо-глобалистский ум понимал значимость африканского направления. Ну, да недовыработанная еще территория. Ну, причем, я уверен, что она недоизведанная. Там, вроде как, все знают, что там есть. Там уран, там алмазы, ну, такое, что на слуху, что называется. Но чего там, на самом деле, думаю, что там еще очень много интересных открытий. Ждет всех. И борьба за этот континент, да, я думаю, в ближайшее время только обострится. И в том числе и среди тех, да, как вы правильно сказали, кто сейчас называет себя такими союзниками, скажем. Ну, так выразимся. Это будет обострение. Мы можем быть союзниками в военно-политических и геополитических аспектах. А вот по коммерческой части в мире, особенно в современном пост... Ну, как говорят, постглобальном или неоглобальном, союзников по коммерческой части не будет. Конкуренция будет довольно жесткой. Коль, упомянули выборы в Америке, очередные выборы на носу. И не могу не спросить у вас, как у американиста. Люди очень по-разному воспринимают то, что идет, во всяком случае, в информационном потоке оттуда. И в большей степени от одного из кандидатов, Дональда Трампа. Естественно, когда звучат такие заявления, я за пять минут закончу весь этот конфликт, нормальный человек воспринимает их с какой-то надеждой. Может быть, действительно. Так вот, действительно ли? Ну, вы знаете, у меня довольно негативное отношение к господину Трампу, потому что это танцор, и, на мой взгляд, да простят меня его почитатели, болтун. Так, он очень много чего говорил, но никогда не надо забывать, что Трамп это был президент, который ввел колоссальное количество санкций против России. Совершенно не стесняюсь. Вот только-только его Байден начинает, как говорится... Переигрывать. Преусходить. Вопрос в другом. Вопрос в том, что распад, развал, если хотите, рассыпание, наверное, будет наиболее корректным термином американской политической системы приводит к двум моментам. Первый. Это радикализация позиций. Байден, Байден, и вообще вот эта администрация Байдена, если ее продолжать воспринимать как некое цельное явление, они, конечно, увы, нам это может не понравиться, но они, конечно, нацелены на большую европейскую войну, потому что они искренне считают, что Соединенные Штаты смогут из нее выскочить и наблюдать за этим на расстоянии. Те люди, которые стоят за Трампом, и здесь я хотел бы отметить важную вещь, по поводу которой в Москве у серьезных людей есть некое общее понимание. Если полгода назад Трамп это был просто Трамп, сорвавшаяся с привязи пушка, которая по-американски подчеркнула, это звучит «Лу Скэдон», вот она сорвалась и, значит, по палубе корабля катается. И, в общем, не было понятно, кто за ним стоит, то сейчас абсолютно понятно, что за ним стоят серьезные силы. На него начала делать ставку в том числе аристократия, связанная с республиканской партией. На него стали делать ставку серьезные руки в промышленности, в экономике. Даже кто-то в ВПК, с которым у Трампа был конфликт. Почему? Именно потому, что Трамп рассматривается как последний. Это не только мое мнение, я хотел бы подчеркнуть, и даже не скажу, что, наверное, я не первый его сформулирую. Но Трамп начинает рассматриваться как единственный человек, который сможет вырвать Америку из вот этой большой европейской войны, в которой Америка затягивается шаг за шагом, то ли из-за безволия нынешней администрации, то ли из-за компромата, который в Киеве лежит уже не на наркоманах, Хантера Байдена. Что с него взять? На самого, так сказать, Байдена старшего, на президента Байдена. А компромат лежит все-таки пока, судя по всему, в Киеве. И Америку туда затягивают. Я вот как-то сказал, это было в середине июня, что у американцев остается полтора, максимум два месяца, для того, чтобы из большой европейской войны выскочить. Полтора месяца прошло. Я не хочу сказать, что американцы за полтора месяца затянулись сильно глубже в большую европейскую войну с фокусом на Украине. Но то, что участие американцев в вот этом большом конфликте европейском стало больше, это совершенно все. И никаких признаков того, что им удастся выскочить, не удается. И важным элементом, вот мы все всегда, и я как-то американист, ну то, что переученный, высшее образование я получал как арабист, но в дальнейшем карьера строилась как американиста, и учили меня хорошо как американист. Нас всех учили. Что главное на внутренних президентских выборах Соединенных Штатов это внутренняя повестка дня. Вот что делает, что сделал Байден, и что использует Трамп. Это то, что внешнеполитический вопрос по стране, которую в 2020 году едва ли кто-то мог найти на карте, стал центральным вопросом президентских выборов 2024 года. И Трамп это почувствовал, начинает бить в эту точку. Вот здесь расклад, конечно, очень сложный. Он зависит от огромного количества факторов. В том числе, например, устойчивость администрации Байдена зависит вообще от случайных факторов. От какой-то случайной смерти. Извините, ни на кого не намекают. Но это может привести к большому область. Теперь возвращаясь по поводу Трампа. Но это хотя бы надежда какая-то у американцев появилась, что они не будут втянуты в чужую, как они считают, европейскую войну. Потому что с Байденом все уверены, что постепенно, пошагово. И вот эти бойцы, которых надо bring back home, как поется во всех популярных американских песенках, вот они пойдут туда. А это, конечно, такой вопрос для американского общественного мнения. Сейчас крайне тяжелый, потому что в Америке, насколько я понимаю, результаты их опросов общественного мнения, американцы не готовы умирать не только за режим Зеленского, но и даже за независимость Тайвань. Видите как, слова Трампа вселяют надежду, да. Но нам-то от того, что Америка втягивается, наоборот, как-то плохо. Нам бы все-таки хотелось надеяться, потому как для них это далекий конфликт. И для общественного сознания внутриамериканского, видите, проблема привнесенная, в общем-то, искусственно созданная. Вот в 2020 году никто не знал, что такое Украина. Сегодня это центральный вопрос внутриполитической повестки. Но для нас-то это проблема ненадуманная. Погибают наши бойцы, погибают наши люди. И гуманитарная катастрофа, которая происходит помимо вот этих всех трагедий на линии боевого соприкосновения, она тоже не уменьшается. Она, скажем так, только увеличивается. И последствия мы еще толком не знаем. И с чем мы еще столкнемся в будущем, тоже до конца не помним. Нам-то важно здесь остановиться. И можем ли мы каким-то образом, не знаю, влиять через Африку, а может быть через Северную Корею? Не зря же Шойгу туда ездил. Значит, я числюсь циничным отморозком в российском политическом сообществе, поэтому я вам отвечу максимально откровенно, насколько это возможно в современной ситуации. Мы должны по большому счету рассматривать всю эту ситуацию сквозь призму выбора. Вот нам важно что? Нам важно вот этот нарыв. Да, больно. И у нас потери довольно большие. И потери больше, чем мы думали в феврале 2024 года. И боевые действия идут более тяжело. Но нам что? Мы должны вычистить этот нарыв, включая его европейский компонент. Сейчас? Или согласиться на какой-то вариант замерения, чтобы этот нарыв продолжал набухать, как после второго Минска? Да? Как после второго Минска, и мы получим вообще гангрену. Да, потому что то... Вот я как формулирую ситуацию по Европе? Европейские элиты, европейские обыватели. Понял масштаб бедствия. Но остановиться он пока не готов. Или стоит вопрос, как и когда этот европейский, евроатлантический обыватель и политик готов будет остановиться? И я сформулирую три позиции. Позиция номер один. Европейский обыватель будет готов, и особенно политик, будет готов остановиться в тот момент, когда он почувствует угрозу для себя непосредственно. На сегодняшний момент европейский, даже европейский, скажем так, обыватель для себя угрозы не чувствует. А для американцев это вообще очень комфортная война. Почему у Трампа появился шанс? Потому что впереди, вот, да, свет в конце туннеля, а это не свет, это встречный едет, а встречный поезд в конце туннеля, это перспектива втягивания Соединенных Штатов непосредственно в этот конфликт. Второй момент. Они не остановятся, пока будет хотя бы малейшая надежда на то, что в Москве произойдет переворот, путь, как угодно это называть, Майдан. Кстати, обращу ваше внимание на последнее, на последнее там интервью, так сказать, Пампео. Ну, скажем так, человек он глупый, прямо вот могу сказать, но тем не менее, должность он занимал, кстати, должность он занимал как раз при Трампе. И он сказал, что главная проблема сейчас, ну, если перевести на нормальный язык, найти Горбачева для России. И пока есть надежда найти Горбачева для России, я в скобках, с вашего позволения, скажу, и Шушкевича для Беларуси, они будут продолжать давить. Ну и третье. Это уже касается нас, России. Они никогда не будут готовы предложить нам некий устраивающий нас, Россию и союзное государство, вариант территориального политического урегулирования и, извините за цену, территориального размежевания. Ну, потому что, я не знаю, я не знаю сценария, при котором Украина сохранится в границах Украинской СССР. Ну, вот не вижу я и все. Ну, уже точно нет. Уже произошли изменения в Конституции России. Ну, вот я просто не вижу. Без, там, Майдана, распада России я этих вариантов не вижу. А вариант Майдана в России и ее распада я тоже не вижу. Но они будут готовы нам предложить варианты политического урегулирования и территориального размежевания, но будут, придут. Это американцы нам предложат. Сами придут. Но в тот момент, когда мы докажем нашу способность победить, пока Россия доказала свою способность доказала, это фан, свою способность не проиграть. Вот это принципиально важно. А это значит, надо показать не только свое умение эффективно обороняться, но и свое умение эффективно наступать. Вот здесь, конечно, вопрос к нам. Ну, большие надежды, опять же, многие, кто наблюдают за ситуацией на непосредственном зоне боевых действий, связывают как раз-таки вот на август, с сентябрь, с надеждой на то, что Россия действительно покажет, как она умеет наступать. Ну, вроде как бы и показала на старте вообще СВО, но потом какие-то жесты доброй воли, вот это вот все, и имеем то, что имеем. СЖР, вот эти жесты доброй воли, там, перегруппировки, они породили, действительно, разобраться, если отмести всю пропагандистскую шелуху, надежду на то, что в России возможно фронт, мятеж, изменение политического режима. Именно это. И пока мы не перейдем через этот, не переступим, если хотите, не однулим этот негативный опыт. Но вот они будут в это верить. Если почитать, если почитать то, что пишут в серьезных, подчеркиваю, американских аналитических органах, вот я так скажу, в успех украинского наступления они уже не верят. Это, ну, очевидно. А вот в то, что в России, в России, возможно, Майдан и все такое, они еще верят. И это для нас проблема. Ну да, трест, который лопнул, помните, да, как он может лопнуть? Только изнутри. А, ну вот, у них же дождится на чем-то надежда, что вот тот самый Майдан, тот самый переворот, ну, как угодно может назвать, тот самый Горбачев для России, Шишкевич для Беларуси может появиться. На чем-то они ведь, это же не просто слепая вера. Почему это спрашиваю? Потому что, если так, то и Россия, и Беларусь должны более явно продемонстрировать, что, ребят, ну вот, не случится у нас такого, успокойтесь. А вот здесь даже спорить не буду. Мы пока, знаете, по отношению к нашим западным партнерам, особенно России, Александр Григорьевич, он как это, он такой человек конкретный, а вот Россия, она очень деликатна. Там, где уже давно не надо быть деликатным. Но я все-таки вот по первой части с вами поспорю. Вот вы знаете, я читаю, кто выступает в крупнейших, подчеркиваю, там не в каких-то, там, по-моему, крупнейших американских СМИ и британских, как эксперты по России из России. Вот я, вы меня извините, я на арене этого цирка 35 лет. Так? Извините, я к себе очень критически отношусь, но я все-таки много читаю. я почти не знаю этих людей. Но вы понимаете, они создали себе в какой-то момент комфортный круг общения, да, комфортный экспертный круг, который им рассказывал то, что им хотелось услышать. Кстати, это очень похоже на то, как создавался, как создавался экспертный круг, ну, скажем так, после 1978-го, там, в начале 80-х годов в Советском Союзе. Комфортные дают оценки. И второе, если вы посмотрите на то, кто сейчас у власти в Соединенных Штатах, ну, их годы, что называется, их расцвета как политиков, вхождение в высшие эшелоны, ну, это начало 90-х, конец 80-х, начало 90-х. И они были молодые, им было по 40 лет, там, 35-40 лет, кому-то было 20, и они помнят, как это было, как неожиданно для умнейшего Джорджа Буша, старшего, который говорил, не, ребят, это невозможно, а потом бах, и это стало возможным. И они верят в то, что невозможное возможно. При этом уровень экспертизы, уровень понимания, например, тенденции в общественном мнении, вот во всяком случае то, что я не читаю никаких закрытых американских материалов, равно как и закрытых российских материалов, мне излишнее знание вредно, но то, что публикуется в открытых американских, еще раз подчеркну, качественных источниках, ну, это я вам скажу, да, это тяжелое, прямо могу сказать, зрелище. И самый, кстати, еще такой момент, она очень идеологизирована. Вот, насколько рационалистично была американская советология, качественная не вот те, которые, кто как на мавзолей встал, да, и кто какую шапку надел, а качественная американская советология. конца 70-х особенно, 80-х годов, потому что надо прочитать, как они писали, как они мысли, и станет понятно, почему они выиграли холодную войну, а не мы, так, да, и вот она была абсолютно циничная, там про свободу, демократию, ну, если только у Бжезинского найдешь, и то там, знаете, в 25-м пункте, да, настолько сейчас из них прет идеология. Вот эта вот идея о том, что Россия должна умереть, большая Россия имеет суть Россия, Россия как идея должна умереть, потому что она опасна как идея. И от этого, когда вы первым в аналитической в любой записке и в России такие ребята есть, пишете последнюю фразу, все равно, что вы пишете до нее. Вот так и у них получается. Крафаген должен быть разрушен, но я вот соглашусь с вами, что мне кажется, люди как-то и это и плохо, потому как нет реальной картины мира у людей, они почему-то вдруг решили, что тысячелетняя Россия просто вот сегодня возьмет да и умрет, потому что им так сегодня захотелось. Ну, так не бывает. Давайте откровенно говорить. Ну, я опять же согласен, кстати говоря, абсолютно согласен, но есть один нюанс, они не хотели, чтобы Советский Союз, как Советский Союз, помирал в 91-м году. Они к этому были не готовы, они хотели, вот их такая главная идея, это была вялая конфедерация. Вот этот Новогорёвский процесс с Горбачёвым фиктивным президентом, это было идеально, чтобы вот эта большая сверхдержава медленно умирала, они бы постепенно пожирали и так далее. А потом бац, и он умер в означасе. Если вы почитаете то, что они писали, это сейчас очень интересно, я надеюсь, кто-то из молодых, молодых, потому что, например, и мне сложно будет это писать, потому что я буду переносить свои личные эмоции, а для молодых это будет просто история. почитает, что писалось в американских качественных СМИ и экспертных даже журналах, там главный крик, мы опаздываем, мы оказались не готовы, мы проспали распад Советского Союза, это трагедия, мы сели в последний вагон распада. Это тоже очень такой, это такая глубокая психополитика, психологическая травма, и вот они сейчас считают, что они сейчас точно не проспят. А поэтому в результате снижения качества экспертизы и диалогизированности они начинают бежать впереди паровоза, причем сильно впереди паровоза, выдавая желаемое за действительное. С одной стороны и слава богу, пусть дальше продолжают так делать. Спасибо, Михаил Иванович, за этот разговор, пожелаем друг другу не появление новых Горбачевых, новых Шушкевичей в нашей жизни и успехов нам всем в Африке, потому как что-то там, где-то там вот Кащеева смерть, мне кажется. Да, да, спасибо вам за этот разговор, мне тоже было очень интересно. Ну что ж, будем искать в Африке ларец Кащея. Это достаточно интересное занятие на следующие несколько десятилетий. Спасибо огромное, всего доброго, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok